Дарья Шаталин Сегодня у меня впервые мои люди услышат трек «Замыкать», и они его очень ждут, и это нигде не было оглашено, и я думаю, это будет большой подарок. А так сюрпризами будет задник, на котором будет очень классное изображение. С самого начала в творчестве Алана постоянной темой является «Луна». Артист признается, что чувствует с ней некую связь. В конце концов, «Луна» стала символом музыканта. Мат Транг – «Луна» по-вьетнамски. Алан видит мир в образах и метафорах. Это его способ воспринимать и писать песни. Так он распоряжается своим талантом. Работа над собой, естественно, очень важна. Ну, я считаю, что талантливый человек, он в принципе рождается с талантом, но если ты его не развиваешь, естественно, талант можно пропить и провогасать. А если человек работает, то я распоряжаюсь как бы абсолютно обычно. Я сижу, пишу песни, записываю их, постараюсь сделать обложки сам, стараюсь музыку сейчас начал писать. Вот. Распоряжаюсь как могу. Песня «Богемская рапсодия», выпущенная группой Queen осенью 1975 года, 9 недель пробыла в британских чартах на первом месте и стала одним из самых продаваемых синглов в истории рок-музыки. Обретет ли подобный успех одноименный фильм о легендарной рок-группе? Поговорим об этом с гостями закрытого показа в Москве. Очень сложно предсказывать. Будет хорошо, если обретет. Но в современном мире очень сложно. Я не знаю, я сегодня... Ну, давай, давай умный вопрос. А чего ты занудничаешь-то? Конечно, да. Мы на это надеемся. Ну, редкие фильмы о личностях и о персонажах бывают гениальными, да? Они могут быть интересными или могут оставлять хорошее ощущение. Я надеюсь, что он меня не расстроит. Вот. Потому что в любом случае мне это интересно. Но я верю в лучшее, конечно, но не могу сказать, что я что-то в какие-то прям надежды питаю. Фильм «Биография» рассказывает о жизни легенды мира музыки, вокалисте группы Queen Фредди Меркури и обо всей группе в целом. Действие развернется в преддверии самому грандиозному выступлению группы на фестивале LifeAid, которое вошло в историю рок-музыки как по-настоящему величайшее и незабываемое шоу. Ни до, ни после Queen никогда подобного музыки не было. Эти люди получали безумные деньги за то, что действительно любили. Queen – это отдельная единица, отдельная гипергруппа. Поэтому я думаю, что… Не думаю, мне неправильно. Я надеюсь, что этот фильм придется получать. Главное, чтобы молодые посмотрели, чтобы посмотрели тинейджеры, как этот рок-н-ролл жил, как он создавался, как он нес кайф, именно кайф для людей, для простых, для нас, для всех. Самого Фредди сыграл Рами Малек, известный по фильмам «Мистер Робот» и «Дожить до рассвета». Кстати, изначально на роль Фредди Меркури был утвержден Саша Барон Коэн, который даже больше похож на Меркури в сравнении с Малеком. Но его исключили из проекта из-за творческих разногласий. А вдруг тебе не понравится главный герой, актер? Я отстранюсь от этого. Я буду слушать музыку, Андрей. Я надеюсь, что исполнение вокальное будет на том же уровне, потому что Фредди Меркури сложно переплюнуть. Это круто, когда человек как чувствует, так и делает. Он несет себя так, как он считает нужным, не обманывая никого. То есть он же не делал это потому, что ему сказали. Он так чувствует. И в этом он органичен. Я считаю, что это самая большая похвала, которая может быть у артиста. Не делая так, как тебе говорят, а делая так, как ты чувствуешь. Тогда ты никого не обманываешь. Тогда тебя любят, тогда тебе верят. А я его обожаю всю жизнь свою. Когда начала слушать хорошую музыку с юности и уникальное явление. Буду любить всегда. Кино в «Агентской рапсоде» выходит в прокат в ноябре. А мы не могли не поинтересоваться у гостей закрытого показа об их мнении о других фильмах-биографиях. Мы с удовольствием посмотрели фильм про N.W.A. У меня двоякие чувства после просмотра фильма про Тупакада, который сняла мама. Замечательный фильм про Наумин Крицое, но очень оставляет смешанные чувства. Я смотрела много фильмов про Мэрлин Монро. Честно говоря, не осталась довольна, потому что мне кажется, что ее очень сложно сыграть. Вроде бы она такая довольно милая и простая, но еще ни одна актриса не сыграла ее так, какой я ее вижу и какой я ее помню. Я много про нее читала. Культура Малой Родины Те зрители, те родители, которые приводят детей. Поэтому вот любой конкурс, любой фестиваль, он создает такие условия. Это такой инструментальный для того, чтобы показать лучшее, что есть в наших театрах. Откроет фестиваль театральный блокбастер «Остров сокровищ» в постановке Алексея Серова, где роль Джона Сильвестру исполнит Сергей Безруков. Спектакль покажут на сцене Московского губернского театра. Мы не для себя это делаем. Мы в том случае те самые провокаторы, в хорошем смысле этого слова, чтобы взбудорожить регионы, чтобы они стали действовать, чтобы они стали активными. Уровень просто детских спектаклей такой, что, допустим, в нашем театре они идут уже сколько? Пять лет существует театр, пять лет они идут, допустим. Малые, допустим, это те самые блокбастеры, которые смотрят дети и взрослые с величайшим удовольствием. «Остров сокровищ», в котором я имею честь, а это именно так, имею честь играть. Для меня играть в детском спектакле – это большая честь. 151 спектакль был рассмотрен в этом году в качестве участников конкурса. Среди них театры кукол, театры юного зрителя и драматические театры. И только 8 спектаклей вошли в шорт-лист. Со следующего года в конкурсе планируется участие циркового, кинематографического и музыкального искусства. Я надеюсь, что в следующем году мы представим и цирковое искусство. И Эдгар Забашный сказал, Серега, я помогу ей рядом. Я уж в этом смысле, ты не переживай, я помогу ей отобрать, поскольку у нее свой фестиваль замечательный. Кстати, приходил на Вернадского, замечательный, хороший программ, приходил с семьей. И нам всем понравилось, и Маша тут. Вот она говорит, что маленькая, но досмотрела и высидела всю программу до конца и уходить не хотела. Помимо этого, в рамках фестиваля вне конкурса будут показаны лучшие художественные и анимационные фильмы. Лауреаты Всероссийского фестиваля визуальных искусств «Орленок». Поэтому можно посмотреть, будет и лучшие детские фильмы, и анимацию нашего отечественного. Пока не в рамках фестиваля. В данном случае, благодаря поддержке. Кроме этого, в рамках фестиваля в лектории павильона «Заповедное посольство» «Парк Зарядье» будут проведены лекции, семинары, мастер-классы и круглые столы. Музыканты из 18 стран собрались в Лондоне, чтобы отдать дань одной из величайших групп в мировой истории и записали попури из лучших хитов Queen. Был коуч, вокал коуч, то есть тот человек, который действительно работает с вокалистом, объясняет, мы дышали, мы какие-то делали такие, вот там, всякие упражнения, чтобы все открылось, купол туда, все, живот, дыхание. И ты так, как спортсмен тебя готовили, и потом экшен. Артисты примерили на себя образы Фредди Меркери разных эпох. По меркам каждого из музыкантов были созданы уникальные стилизованные костюмы, знакомые всем поклонникам Queen. Ани Лорак предстанет запоминающимся и ярком образе. Красном платье с глазами, стилизованным под комбинезон Фредди Меркери из клипа It's a Hard Life. Вместе с Ани Лорак в записи приняли участие ребята из других стран. К треку был снят клип, в котором они как раз и предстают в образах Фредди Меркери. Видео будет представлено за несколько дней до мировой премьеры фильма «Богемская рапсодия». Это настоящая реальная история любящего сердца и человека, который, безусловно, вдохновляет просто, знаете, поколение за поколением и будет еще долго вдохновлять своей музыкой. «Богемская рапсодия» – это честование группы Queen, их музыки и их выдающегося вокалиста Фредди Меркери. В российском прокате фильм стартует 1 ноября.